Жителям российской столицы сегодня потребуются теплые шарфы и шапки. В Москве небольшой снег, гололедицы и минус 11 градусов. Тем временем во многих странах Содружества наоборот потеплело. Насколько, расскажут наши корреспонденты. С понедельника и до Старого Нового Года в Армении ожидается погода без осадков. В стране в среднем потеплеет на 6 градусов. Ереван по-прежнему окутан густым туманом. Днем до минус 3, ночью до 7 градусов мороза. Снег синоптики ожидают лишь 14 января. И только в горных районах. В Беларуси сегодня ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Синоптики обещают минус 6 днем, а вот ночью существенно похолодает. На юго-западе страны столбики термометров опустятся до минус 15. Из-за снега и гололеда в Беларуси увеличилось количество аварий. Госавтоинспекция напоминает водителям о том, что сцепление с дорогой в такую погоду ухудшается. Резких движений при переключении передач, разгоне, маневрировании делать нельзя. Особенно опасен гололед на мостах, эстакадах, а также перед остановками общественного транспорта. Осадки, метели, туман. На севере страны снова непогода. В столице усиление ветра с порывами до 28 метров в секунду. В южных регионах без осадков. В Алматы с утра минус 2, к обеду ожидается плюс 4. Несмотря на то, что на большую часть Казахстана пришло потепление, в некоторых регионах закрывают дороги и вводят ограничения. Так, например, закрыто автомобильное сообщение на трассе Усть-Каменогорск-Алматы. В Кыргызстане потеплело. Сегодня в Вишкеке ясно, днем до плюс 8 градусов. Над столицей рассеялся смог. Уровень загрязнения снизился в два раза. В этом году для очистки городского воздуха высадят 10 тысяч деревьев. Сотрудники мэрии уже разрабатывают карту озеленения районов. После продолжительных холодов в Душамбе вновь вернулась теплая погода. Сегодня воздух в столице прогреется до плюс 6. Однако в большинстве горных и высокогорных районах мороз до минус 20. Комитет по ЧС Таджикистана просит водителей быть предельно внимательными, соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию между автомобилями.